Друзья, это свершилось. Мы получили Counter-Strike 2 на втором движке Source. Это означает то, что совсем скоро CSGO покинет ряды и будет новая игра, которую я вам сейчас покажу. Это огромнейшее событие для каждого из нас. Мы этого ждали очень долго. Кто-то делал каналы на эту тему, кто-то делал огромное количество роликов на эту тему. Но что в итоге мы имеем, это огромнейший интерес и желание получить это. Сегодня, 22 марта, это случилось. И давайте разбирать, что да как у нас получается. Я вам покажу саму игру в бета и расскажу сейчас некоторые вырезки из анонса от самих Valve. Они переделали многие карты. К примеру, вот у вас на экране сейчас Dust2, до и после. Скины остались на месте, все перенесли, а некоторые стали даже только симпатичнее. Улучшили звук по Source 2, новый эффект крови, молика и повышение званий. Смог развеивается выстрелами, то есть стреляя в смог, появляется зазор, в котором вы можете увидеть противников. Очень интересная штука и очень смелая. Радар показывает радиус слышимости. Появилась возможность смотреть, куда упадет граната в практиц-моде. И понятное дело, был изменен полностью весь интерфейс игры. Бета-тест закончится летом, и КСГУ будет запускаться только на втором движке. Сайбершок будет работать на первом сурсе до тех пор, пока у нас не будет возможности перезаписать все на вторую сурс. Мы не знаем, когда эта возможность появится. Может быть летом, может быть осенью. Ай, как это было неожиданно. Ай, это просто нечто. Counter-Strike 2, наша новая менюшка. Она встречает моделька террориста. Я взял аккаунт подписчика, у него первая новая. Что мы видим? Мы видим справа наших друзей. Не поменялось ничего, дизайн тот же. Поменялась расстановка, только всех этих кнопок. Давайте зайдем в настройки, они находятся у нас слева. И я сразу же уберу такую большую сильную громкость. Вот, наша новая консоль, она очень симпатичная, просто нечто. Я хотел бы просто уменьшить размер, и она делается вот так здесь. Хорошо, давайте проверим, как все это работает. Над граф 1. Что? Нет. Нет. Граф 1. Такой команды не существует. Шоу FPS. А, вот, FPS показывает. Убрали эту команду над граф куда-то. Что у нас здесь? Все то же самое. Все. Нет, вот тут надо поменять настройки. Сразу выбирается герцовка. Я хочу герцовку мою вот такую поставить. Карта даст 2 у нас будет на фоне. Вау! Это что? Это точно CS? Господи, что творится? Ну что ж. Понятное дело... Ой, инвентарь. Инвентарь у нас очень интересен тем, что он не сильно изменился. Он стал просто больше. Открыть кейс мы не можем. Пока что до лета это будет невозможно в этой версии игры. Красота и только. Это супер приятно. Очень сейчас большой акцент на модельки будет. Я думаю, надо закупаться модельками всякими. И сейчас остается это только... Только остается запустить наконец-то игру. Посмотреть, как это все будет выглядеть. Так, ну, давайте бой насмерть. Так, загрузка. Сколько времени понадобится загрузиться ему? А, смотрите, что мне выдало. Так, мне выдало ошибочку. Разрешить доступ. О. Теперь все нормально будет. О, красота. Так, КТ или Терры? Кстати, не поменяли. Я думал, будет ТАИК КТ. Террористы все-таки остались. Спонсоры нам не нужны, так сказать. О. П-90. П-90, ты чудо. Такая плавная картинка. Такие приятные пульки. ЦЗ-шка, да? Так, бот Юрия. За что меня? Красиво. Очень красиво все выглядит. Слушайте, если сравнивать вот с бетой КС Гоу, то, конечно же, это гораздо лучше выглядит. Это выглядит гораздо лучше. Так, выборка оружия была одинаковая. Сколько у нас фпс? Шоу фпс. 400 фпс, все хорошо с этим. Ребята, я вам скажу так. Это необычно. Но я думал, будет хуже. Я думал, будет хуже, это 100%. Я вижу, как летит пулька. Это так приятно. Это трейсер. Из 1,6. Такой... Комфортный звук выстрела и убийства. Ай, как... Просто... Просто нечто. 6 кило подряд. Смотрите, у меня карточка развивается каждый раз. Так, сейчас это уже не текрет 128. Тут уже субтики. И жаловаться на текрет я не буду. Звук зума появился. Так, дегл. Он стал гораздо больше. Но я думаю, это можно исправить в их модели. Красота полнейшая. Мне очень нравится, ребятки. Посмотрите, как у нас тап. Он очень слабо изменился. Здесь, конечно, не хватает места для слова. Это все исправимо. Чат у нас тоже не изменился. Радар очень интересно стал. Потому что, если я издаю какой-то звук, показывается зона, которая слышит этот звук. Это, как говорят, украли у Валоранта. Так, нажимая на V, открывается такая вот история. Но она уже была в нашей первой версии игры. Так, давайте напишем дисконнект. И сейчас попробуем запустить соревновательную тренировку. Любая. Очень быстро загружается, да? Я думаю, в два раза быстрее. Так, мне сказали, что если кинуть смог, можно будет увидеть, куда он прилетит. Нет, я пока это не вижу. Видимо, нужно включить какой-то вармап мод. Но в любом случае, сейчас я проверю другое. Я кидаю смог. Блин, Валоранти какой-то. Но самое главное, смотрите. Простреливая этот смог, вы видите, что творится за ним. Это просто нечто. Это абсолютное нечто. Отмечается цифра 3, 2, 1 красным шрифтом, который обосвечает то, что пули заканчиваются. Просто прекрасно. У меня начал комп орать. Может быть, тут видюха уже используется. Потому что никогда у меня не был комп таким громким, как сейчас. Так, давайте попробуем другие гранаты. Я сразу пропишу SV Infinity Emma. Раз, два, три, четыре. Ой! Я очень тяжелый. Мне очень тяжело. Во-первых, ты как-то ходишь очень медленно. Это точно медленнее, чем до. И в зуме ты их сдавай медленнее. Это точная правда. Так, ну что ж, давайте кидаем смог. Смог выглядит как флешка, кстати, из-за того, что она такая тонкая. Так, и сейчас... Караната. Убиваем. И смог появляется. Это просто нечто. Так, флешка у нас... О, господи. У нас ноги. Так, флешка не изменилась. Посмотрите на эту воду. На эту жидкость. Она как двигается, приятно. Изменилась текстура всего этого огня. Теперь это выглядит так. Я думаю, это менее реалистично, чем было до. Так, здесь у нас ничего не изменилось. Плюс-минус. А вот ноги. Это, конечно, супер. Наконец-то. Если кто не был внимательен настолько, ног никогда не было в КСе. Сейчас они появились. Посмотрите на эту анимацию. Тени. Какая она красивая. Точная и ровная. Ой, супер. Вот я сейчас посмотрел на ОБС, и это как будто какая-то рофл-картинка. Как будто это картинка из стенд-оффа, либо из Сурс 2. То есть это реально та самая кринжовая фотография, которую всегда использовали для Сурс. Она реально получилась такой, как есть. Изображение. Давайте поставим графику на максимум. А, это и есть Максим? Ага, вот. Максимальное качество. Слушайте, ну по идее... А, можно было бы сразу выбрать. Господи, я не думал, что КС настолько умная игра. Раньше такого не было. Хорошо. Все, давайте тогда оставляем как есть. И сейчас мы сделали самую лучшую графику, которая возможна на данный момент в бете Counter-Strike 2. Ребят, смотрите на тени АВП. Она двигается вместе со мной. Это не первый Сурс. Просто нечто. На первом Сурсе ведь просто была тень. Кошмар. Просто кошмар. Как это они... Когда они тут успели сделать? Очень много, конечно, моментов, которые еще нужно дорабатывать и дорабатывать. За три месяца они сделают конфетку. Сейчас, конечно, баги вьетны. Они уже есть, к примеру. Нож может гореть. Ребятки, я передвинул камеру. Не просто так. Смотрите, я сейчас зашел в режим тренировки гранат. И вы просто сейчас... Я беру смог в руки и навожусь. И смотрите, я вижу все от начала до конца. Как правильно кинуть смог, чтобы он бы долетел именно туда, куда я хочу. К примеру, я хочу попасть вот именно вот сюда. Отпускаю. И это происходит. Происходит на Сурсе в Кейсе. Это не какой-то проект. Это не какой-то совершок. Это стерлик Кейс. Это нечто. Я думаю, это должно быть в спросе. Почему бы и нет, так сказать. Смотрите, что тут еще есть интересное. Берем в руки Зевс и... Бэм! Какой приятный звук. Какая анимация. Смотрите, как классно. Еееее. Ужас. Это так красиво. Бэм! На, какой приятный звук. Бум! Есть еще очень классная история. Добавили прицел, который наводится прям туда, куда вы стреляете. Смотрите. Это нужно включить в настройках вот здесь. Следовать задачей, да или нет. Смотрите. Вот такая вот история. Но если прицелиться, вот смотрите. В целом, если вы будете контролировать спрей, он будет на месте. Для новых игроков это будет полезная тема. Но, конечно, супер неожиданно такое видеть. Ха! Есть еще очень серьезный момент с секретом. Если что, секрет убрали. Теперь вы не можете найти нигде ни 128 секрет, ни 64-й. Они это убрали. Теперь новая технология. Называется Subtick. Но я не смогу сейчас все объяснить. Это очень такая сложная история. Просто новая технология, которая будет не так сильно зависеть от пинга. И это же прекрасно. Это все осталось как было. Это все осталось как было. Звуки, конечно, оружик поменялись. Не скажу, что это плохо, но я думаю, будут изменения. Но не скажу, что это плохо прям. А что за семья, господи? Что это было? Это я онлайн запустил? А сейчас начинается у нас Deathmatch против настоящих людей. Так. Карта ДАС-2. Пока доступна только она. А, стоп, стоп. Спрей изменился или, мне кажется, или фрик? Сурс, нет, он не особо, нет, он не изменился. Но очень сильно дергается экран, как будто все изменилось. Но нет, это... Это иллюзия. У меня до сих пор пульки не восстанавливаются. Все-таки для этого нужен Сурс-3, наверное. Красота. Какой приятный звук это я убиваю. Боже. Я через два года буду смотреть эту запись и думать, господи, как же это было классно. Мы сейчас застали бету версию. CSGO мы не застали. А вот новый Counter-Strike 2 успеваем. Так, давайте я куплю авик. Посмотрим, как здесь стреляется с авиком. Давай, 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 чем? Первый есть. Я увидел каждый пиксель этой пульки. Раз, два, три. Убил. Очень незаметно, кстати, убил. Я не понял, что это было убийство. Этого плохо было видно. Он слился с картой. Ну, это джиба ему можно так. Так. Появился в спине. О! Мой первый нароскоп в этой игре. Кстати, я всегда даблзумил нажатием одной клавиши. Сейчас, если я зажимаю, ничего не меняется. Нужно два раза нажать на зум. Надеюсь, это исправят. Кстати, хотите интересный факт? CSGO сделали в твиттере пост о том, что теперь можно забиндить на отключение, снятие глушителя на эмке. Наконец-то до них дошло, что так нужно было сделать с самого первого билда кс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Три килла. Красивая карточка, на самом деле. Я хочу сделать эйс и показать вам, как это все выглядит. Последний килл и будет эйс. Все, эйс, красиво, да? Но знаете, есть какое-то ощущение, что как-то все вот медленно происходит, когда я делаю уже килл. Вот сейчас все быстро произошло. Не знаю, как это работает. Мои ножки. Опа, нога пропадает немножечко в текстурах. Кровь. Посмотрите на эту кровь. Она как будто из GTA какой-то. Очень хорошо. Зуб Глока, это, конечно, сильно. Следующий ролик будет про то, как я сыграю 5 на 5 на новом движке. Ну, а сейчас будет мое мнение вообще про всю эту ситуацию. Я думаю то, что ребята делают правильные вещи. И они сделали игру ярче. Это стенд-офф, это Fortnite, Valorant. Люди любят яркое. Это не такая депрессивная картинка. Депрессии хватает у людей в жизни. Зачем в игре видеть какие-то мрачные цвета? Второе, динамичность. Они сделали очень динамичные киллы. Очень динамичный тап. Все очень хорошо. Это будет меньше надоедать. И третье, это обновление. Вы увидели то, что на экран можно добавить прям видос, как кидается граната в какие-либо стороны. Это очень классная штука. Мне кажется, это дает нам огромные возможности в разработке. В целом, я очень доволен. Ребята не разочаровали. И сейчас остается просто ждать, как только игра выйдет в настоящий релиз. И пробовать. У нас осталось для этого меньше, чем полгода. С тобой был я, Эрик Шоков. Не забудь подписаться на канал и поставить лайк. Это важно. Конечно же, это очень важно. Всем пока.